предыдущей серии и первой на весы мы приглашаем крупчан светлану привет друзья это акулья сушка мы продолжаем нещадно сушить людей их 12 я напомню и мы узнаем сегодня кто покажет себя с лучшей стороны а кто не очень будьте с нами сегодня в нашей постоянной рубрике напросились появится александр дробич который как никто другой умеет обращаться с обувью друзья вы не поверите на сегодняшний день начался с очень неприятной неожиданности дело в том что порвались мои самые любимые туфли но к счастью у нас с вами есть один прекрасный общий знакомый это александр дробич который может починить вообще все что угодно саш здрасте добрый день санек как ваши дела работаю а я вот вам как раз хотел работы подкинуть у меня смотрите какая проблема у меня порвались любимые макосины ну ничего это мы поправим шовчик тут все сделаем все будет хорошо кто чаще ломает обувь мужчины или женщины чаще женщины женщин это с основной а основные клиенты может проще лучше новое купить как считаете ну ты знаешь можно новые купить ну купить то есть кожзам он куда приятнее вот ты мне принес вот данный ремонт хорошие кожаные вот макосины ты вот из этого шва их их то выкинешь мусор я думаю нет проще отдать мне вот что-то рублей чтоб я все-таки этот шок ты исправил по второй серии вы сказали такую фразу когда проект закончится я открою холодильник и две недели будут у пожрать приближается уже этот момент или уже нет такого желания санька ты знаешь скажу честно после последнего взвешивания захотел немножко поесть но поел совсем чуть-чуть побаловал себя а потом мне так хреново было я сказал на хрена я это сделал и все и на этом мои эксперименты станут зажачки закончены опять ем так как привык за два месяца и и думаю назад я на холодильнику не вернусь то есть тот рацион который вам прописали тренеры на время проекта он становится для вас нормальным естественным да уже нормальный естественный я тебя научу прошивать в жизни это пригодится называется этот инструмент крючок протыкаешь вот так вот накидываешь можешь посмотреть но это надо делать не слепую я послепую отмеряешь то ниточку на прошивочку у кроссовочки выглядят так себе на самом деле человек хочет каким-то отремонтировать я не задаю дура он хочет их прошить именно да да я не задают дурацких то вопросов вот видишь раз затянули вот видишь этот узелок этот узелок саша не должен быть ты его не должен отсюда перетянуть и не должен его здесь оставить он должен у нас затянуться в серединку а при этом чтобы был не там и не здесь ты делаешь точно так же только вручную на вперед сашечка попробуем попробуем так пальцы очень аккуратно перед на вот таком расстоянии да вот есть теперь вот этот да вот этот вот сюда я боюсь ты не так составишь конкуренцию все ухожу из телевидения буду заниматься полезным делом творческим чик чик ровно получается мастер мастер отлично а вот у меня единственно интересует вопрос для чего делается прошивка чтобы вода не попадала нет чтоб подошва не отклеиваются просто да просто на тряпочных кроссовках это очень я честно говоря первый раз прошивали тряпочные кроссовки продать это в машинках это стиральных и ты видишь что он получается вот они постирали вот она не держится тряпочные кроссовки мы сейчас приклеим прошьем и потом пусть стирают моют делаются и что хотят им будет уже все равно на шлюзы будут держаться хорошо вот что происходит вот почему прошивают даже такие все с тобой понятно саша ну ладно экскурсии экскурсии но и о тренировках забывать не стоит твоя напарница аня хамедулина уже в поте лица трясет своим жирком так кажется кого-то не хватает пока аня сжигает жир саша дробич должен заниматься тем же наверное в другом зале паша пойдемте его поищем саша наверное штанги с гантелями снятся ну неправильная техника исполнения упражнений самая распространенная ошибка они же не знают что делать а тренироваться кто будет да я ж машенька тут отжимаю так давай отжимайся показывай давай 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 только 4 упражнение а ты уже в дом я отжимал солдат спит службы идет цитата великих саш ну и пока кому-то снятся тренировки другие вовсю тянут железо днис да вы увидели у александра красивые кубики у вас есть кубики на сайте нет конечно уже сам себе тренер наш ведущий настолько крут что у него там не кубики а шестиугольники как тебе такое илон маск не подходить к тренеру не интересоваться что и как либо делать все элементарно они приходят боятся подойти спросить как что сделать как узнать как лучше сделать по технике какие веса лучше брать сколько чего нужно делать как питаться что нужно вообще как проводить вообще просто соблюдать режим то есть это для меня это идет самое главное а тем временем жанна смолега решил показать мастер-класс она у нас лифтер и кому как не ей знать что такое работа со штангой так кому-ка попу ниже так колени мышцы опять что-то штангетки не работают пока угу нормально руки больше выращиваем под себя агентами низками я разучилась передать получше лучше что-то опять на носочке да берега нет да нет 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 Я вижу, вы два человека видят, а ты нет. У нас хорошие отношения сложились с Надей, с моим тренером, с ее мужем, которого безмерно уважаю и вообще счастлива, что я попала в этот зал тренироваться рядом с таким спортсменом и видеть, как действительно профессионалы сушатся. Когда каждый раз приходишь в зал и видишь его результаты, когда он с каждым днем становится все компактнее и рельефнее, это тоже и вдохновляет, и мотивирует. Также очень хорошо мы общаемся с Машей, с Владом, с Андреем. Это еще участники проекта, их тренер. Ну а в стенах Эльбиона Мария Емщикова проводит турнир на самые стальные ягодицы. Просто красиво сели, параллельно себе. И так, ну садись. Пожалуйста. Себе. Садись, садись, быстрее, тяжело, наверное. Все, и сиди. И все? Беседуем. Беседуем. А ты пониже не хочешь опустить. Пожалуйста, я могу вот так сесть. Нет. Нет. 90-х. И вот так. А на фото мне дальше все эти полосы. Давайте, давайте. Спинка ровненькая, держите. Спинка ровненькая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, выведи. Нормально все. Опусти чуть-чуть, да? О, оно тяжелое. Дышим, а не смотрим друг на друга. На момент не надо глить. Тяжелое? Поддышать. Так что у тебя, ты знаешь, как она тянет? Так как мы все друг к другу конкуренты, на самом деле, но моя команда, команда Альбиона, это Саша, это Бажена, это Алексей. Это мои самые любимые участники. Вообще со всеми дружу. Так, короче, у меня уже мышцы тянут. Сколько там по времени надо? Давай, 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 еще секунд 15. Нет, так мы не считаем. Саша, сдавайся. Не могу. Кто первый? Кто из вас? Кто? Кто слабак? А ну, уступи женщине. Кто слабак? Уступи женщине, нет? Саша. Все? Да, Аня победила. Ей победа нужна не больше, чем мне. И пока Аня Хамедулина празднует победу и пытается снова научиться ходить, Сусанна и Наталья делают вертикальную тягу. Бывает так, что они тренируются без тебя? Да, бывает. Да, мы не успевали, как говорится, по поводу работы, по самочувствию. Они звонят, предупреждают, говорят, так-то, так-то. Вот есть зал, там, вот как Сусанна бывает, она звонит, говорит, это не получается, вот у меня есть зал, а можно так. И мы говорим, да, без проблем, она звонит, звонит. Каждый день мы общаемся друг с другом. И, к сожалению, зачастую неправильно произносим слова, даже не задумываясь о последствиях. Ихний, его ны, позвонит, тудой, кепчук, скуплятся. Человеки, говорите правильно, первый крымский одобряет. Пишет, то есть, что, как, чего, там, у меня дочка также на этом бывает занимается, то есть, если что, она может там ей помочь, например, что-то подсказать. Сегодня проезжала мимо такого у нас, ну, у нас полмон таких кафе, на какую-то сумму, на кушайся еды, да. И вот я, действительно, я по четыре, по пять порций могла за полдня съесть, живот вот такой вот, а я счастлива, довольна. А сейчас я думаю, нет, я туда не поеду. Как вообще процесс похудения? Сейчас я... Сейчас, ну, честно говоря, ну, на данный момент я ожидал лучшего, но я у меня в воскресенье поменяла полностью все питание, конкретно. У них сейчас урезанные углеводы, так же самое, у них больше добавлено к печатке, то есть, у них меньше жиров, меньше углеводов, белок у них, так же самое, полностью изменённый, питание, график, так же самое, то есть, отношение времени и так же самое, по отношению времени. Точно так же сейчас становимся, как в планке, становимся иначе на планке, но сгибаем еще локти. И стоим точно так. Нет, это легко стоять же. Ну, здесь, блин, нелегко стоять. Ноги, правда, отмужают. Ой, тут такие полы тёплые. Ой, они такие скользкие, да? Давайте, раз, два, три, всё, и согнули немножко. Локти? Да. Кого согнуть-то? Всё. Локти. Всё. Там на ноги едут. Сгибай, 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 не сгибайся. Не сдамся. Ну, давай тогда сгибай. Ура! Ну, один. Пойдем. А вот эти такие, полы такие тёплые вообще. Чем-то ты не вставал бы отсюда. Вот так вот. Ну что, Саш, как тебе сегодняшняя тренировка? Отличная. Да? Да, Ванечка. Я сегодня даже попотела. До тренировки желательно не кушать. Ну, вернее, кушать надо, но за два часа. Перед тренировкой желательно не кушать, потому что может быть очень тяжело заниматься, и даже тренировка может не пойти. Персональный тренер Надежды Жанны Виктория Егьяева сегодня доверила своих подопечных Владиславу Кравченко, и он учит их обращаться с гантелями. С нашими девчонками ему повезло. Схватывают на лету. Сейчас мы полностью меняем питание. Вот. Я сейчас уже дня четыре, наверное, перешла вообще на специфическую диету. Овощи, гриль и овощи. Потому что там проблемы некоторые с желудком начались, и все. Ну, а сейчас к подтягиванию приступила Аня Хамедулина. Раньше она умела подтягивать только штаны до пупка. А с нашими акулими тренерами к концу проекта на одной руке сможет свой вес поднимать. Ну, либо штаны до плеч. Если я за свои 20... Да, молчи! Не научилась подтягиваться, то я уже в 40 точно. Слушай, разве можно тренироваться и разговаривать одновременно? Нет. А что ж ты делаешь-то? Качаюсь. Че ничего? Качаешь? Да. Мне кажется, плохо тренер над тобой работает. Нет, плохо. Она со мной очень хорошо работает. Она вы наказывает. Ты непослушная. Ой, да, я так радую, девчонка. Расскажу по телу. Достаточно хорошо ушли объемы. Особенно низ. Ну, низ у меня ноги и так всегда были накачаны. Вот что танцами занималась. Вверх ушли объемы. По весу, конечно, не так значительно ощутимо. По объемам я прям сдулась, как шарик. В плане психики моей, да. Психика, да. Первые две недели просто оторви и выброс, чтобы вообще ко мне никто не подходил. Потом все нормализовалось. Сейчас мы чуть-чуть урезали углеводы, чтобы процесс пошел побыстрее. Моего скидывания лишнего веса. Ну, немножко такая с огоньком. Давай, давай, помогай, не расслабляйся. Давай я помогу тоже. Давай, давай. О, это несравненная Сусанна Юрченко. Она уверенно взяла курс на фигуры фитоняшки и для этого целые дни проводит в зале. Сегодня она прорабатывает вверх. Вообще, я сюда пришла похудеть. Мне не нужны ни призы, ни какие-то там слава на экране. Я хочу вот реально похудеть. Мне больше ничего не надо. Растянули вперед на вдохе, сократили на выдохе. Максимальное сокращение. Лопатка. Не вставай. Вот он, звезда. Больше растяни. Александр Драбич, за работой. Больше растяни. Мы проверяем, чтобы он идеально сводил лопатки до конца. Проверяется вот так вот рукой, да? Но это чувствуется. Можно проверить? А, ты ее только проверить хотелось. Ну мы еще раз проверим еще раз. Еще проверим. Да? Нравится, когда Маша тебе рукой вот так? Конечно. По-моему я не знаю. А ты завидуй мне молча. Тебе так не будет. Ты сегодня сжешь, Паша. Не устал? Нет. Я никогда не устаю повеселиться, постепаться над близкими мне людьми. И я в праздник. На хорошем случае этого слова. А что ты делаешь с врагами? Рогами? А их возле меня вот нету, они меня боятся. Да. Для кого-то я добрый, а есть такие люди, которые только слышат меня боятся. Инфа сотка. Один раз Саши перешли дорогу вампиры и все. Видели хоть одного вампира? Давай, проверяем. Наклон больше. Проверяем. Поехали. Больше своди. Слабо, слабо, слабо. Слабо, Саша. О, вот мне уже бизинец стягивает, сдавливает. Давай, давай, Сашуля. Кого-то и спиной, не руками. А вот здесь у нас что происходит? Ничего не происходит, мне кажется. А это другая мышца. Но мы же это качаем? Мы качаем вверх. А вниз или вверх? Что? Что он качает? Спина у нас. У нас спина. Какой низ? А это базовое. Чтоб ты знал. Да? Ну, супруге-то не нравится. Ей почему-то кажется, что я занимаюсь не проектом. Я туда пошел ради девок. Такое впечатление, как будто у меня на работе девок мало. У меня там табунами на-то ходят. Но ей почему-то кажется, что я туда пошел именно за этим. Только за счет силовых упражнений. Можно ли сжигать жир? Да не так, как у меня сейчас сжигают. Вообще, при любом без нагрузки можно сжигать. Главное, чтобы у тебя нормальный пульс был. Пульс? Вопросы, которые все думают, что быстро набираются. И быстро люди приводят себе форму. Это когда начинаешь объяснять, а что, это так? Ты говоришь, ну да, просто это дело. Это надо заниматься не месяц-два. Это надо заниматься годами. Тогда у тебя будет эффект. А все, когда начинают слушать года, год-два, все начинают. О, это долго. Я вот почитал в интернете, я вот буду лучше так. Все. А что касается пульса, давай вот по нему пройдемся. Какие-то рекомендуемые значения должны быть? Ну, конечно. Ну, допустим, при мне, я думаю, я рассчитываю так, что если у меня... Многие говорят, что, допустим, я делаю кардио, да, у меня вот 100 писталов, 160. То есть, говорят, ого, это очень много. Я говорю, я себя чувствую очень хорошо, и у меня идет разгон в стреле. То есть, я разгоняюсь, а 10 минут делаю кардио, я уже потерю. Здесь тут надо с вот этим же подлечом. Понятно, что у них вес больше, им тяжелее. То есть, тут надо рассчитывать на состояние, на голодушение. То есть, поели, не поели, питание, как у них день ручился, плохо, неплохо. И уже от этого уже идти... Успокоить. Да, то есть, я им объяснял, то есть, что такое усталость в мышце, что такое усталость, то есть, самого сердца. То есть, как это все контролируют. То есть, они это все знают, поэтому, я думаю, они могут спокойно это уйти. Ходят легенды, что Александр Драбич может подтянуть 150 кг. На уже которую серию он по тем или иным причинам уходит от этого ивента. Возможно, сегодня он покажет Марии Ямчаковой силушку в свою богатырскую. А мы обещали пожать... Мы не будем сегодня сколько жать. 150. Мы будем работать на... На что? На похудение. На смерть. На сушку, правильно? А потом мы им покажем, после проекта. После проекта тоже, боже, он интересен. Они уверенно идут к своей цели, я, если честно, даже удивлена. Да, и Александр, и Анна у меня выполняют все поставленные цели. Они держат диету, они приходят в другие дни на кардио и худеют. И лег Александр под гриф, взял штангу в руки свои могучие. И застучали наши сердца. Я начал это сбрасывать, чего у меня довольно долго. Это не получалось. Он как-то... Ходишь в спортзал, и вроде как и нагрузку даешь. И вроде как... И не скажу, что я прям там жру много. И вроде как себя стараешься где-то ограничивать. Ну и вес, он просто стоял. А Сашка-то красавчик. Как хорош. Туда пошел, сюда пошел. Не устал вкалывать? Не забывайте другую ножку-то. Это получится одна такая. А кубики. А кубики. А лучше кубики. Он совершенно лучше. Это даже без вопросов. Вот у меня точно кубиков еще нет. А тебе нужны кубики? Я не буду. Зачем тебе кубики? У меня хотя бы, чтобы живот ушел. Так уже там, кстати, неплохо. Ой, сейчас подождите. Вообще можно все... О, покажи, покажись. Красоточка, а. Я даже не помню, как было-то. Я получу для себя, что? Красивое тело, красивую методику, да? То есть правильно. Я открываю для себя много чего нового. То есть тренер дает. И вообще, извините, целая команда работает над моим телом. Кстати, какое я получаю удовольствие. Как раньше-то как было, интересно? Покажешь? Раньше? Да, фотку. А, я думаю, можно дышать, начать, да и все. Не, вообще я рад за всех, потому что все делают успехи на самом деле. Просто невооруженным глазом видно. Видно, точно видно, да? Видно результат, да. У кого-то больше, у кого-то меньше, у тебя нормально. Все сидят в телефонах, пытаются что-то фотографировать. Себя там где-то поговорить по телефону, занять тренажеры. И там часа, пол только на одном тренажере заседать. В итоге там пошли, там поговорили, там поиграли, в телефоне позалипали, в соцсетях и все. То есть именно пришли заниматься, занимайтесь. Нет, идите домой, страдайте ерундой там. Ровная спина. Я так толстая. Подожди, что ты без вас ставишь? Что это такое? Блин, а вы все наблюдаете, а? Ну, е-мое. Давай 27. Не, ну это уже, это уже много. Держите. Разговариваем. Долго вы. Работают ноги, видишь, как работают? На 15 раз. А меня сливать пытались. На 15 раз. Да, я уже забыла, сколько там было. Еще 5. Раз, два, три, четыре. Пятюня отсюда. Бес больше стоит. Не, ну больше это уже... Больше будет. Ну давайте я отдохну, можно, пожалуйста. Жизнь у нас, экран. Спина ровно, блин. И прогибаться еще, и ноги раздвигать. Прям система, блин. Еще и не разговариваем, но это вообще проблема для меня. Это проект именно для этих людей. Наше желание поднять их с диванов, чтобы они оторвали свою... Пришли в спортивный клуб, научились терпеть, научились любить себя. И смогли сказать себе и миру, ребят, мы себя любим, мы себе нравимся, мы хотим жить. Мне же не 20 лет, не 30, чтобы я пережила, мне уже 47, я уже пожилая женщина. Мне комфортнее, когда стоит общая задача, общая цель, командный дух, мне так комфортно. Назвать друзьями кого-то, ну, вряд ли я смогу.